Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ее ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Удивительная кулынесса, ее подруги и ученицы. Люблю жизнь, люблю людей, не делаю никому плохо. Мир странных образов пенденского художника Виктора Маскальца. Наши технологии излюблены, наклеенные опилочки. Благотворительный фонд «Связь поколений» провел традиционный вечер встречи для своих подопечных. В нашем обществе пока, надеюсь, принято, что выход на пенсию – это конец всему. Мы стараемся, чтобы это было совсем не так. Дожить до 120 вполне реально. О генетической программе, заложенной в каждом из нас. О том, что важнее – долголетие или сохранение работоспособности в преклонном возрасте. Обо всем этом прямо сейчас. Сегодня у нас в студии Владимир Хацкевич Ховинсон. Президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии. Член-корреспондент Российской академии наук. Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Здравствуйте, Владимир Хацкевич. Здравствуйте. Ховинсон Владимир Хацкевич – один из ведущих экспертов в России и Европе в области антивозрастной медицины. Его главными и верными пациентами на долгие годы стали родители в добром здравии, перешагнувшие 90-летний порог. Ещё в советские годы Санкт-Петербургский институт геронтологии и гериатрии, который он возглавляет, успешно работал над проблемами долголетия и активной старости человека. Его девиз – кто владеет временем, тот владеет миром. Хобби – поиск истины. Некоторые учёные говорят, и в статьи появляются различные, что человеческая жизнь вообще запрограммирована генетически на 120, может быть, даже 150 лет. Как вы к этому относитесь? Вообще, с точки зрения эволюции, любое живое существо имеет верхний предел жизни, начиная от клетки до человека. Для человека считается верхний предел 110-120 лет. Почему? Потому что рекорд книги Гиннесса, достоверно установленный, прожила француженка – 122 года. В настоящее время, на сегодня, в мире проживает 88 человек в возрасте 110-114 лет. Кстати, в России официально зарегистрированная максимальная длительность жизни прожила Варвара Семенюкова – 117 лет. Кстати, она была жительницей Якутии, вот умерла несколько лет назад. То есть, вы хотите сказать, что территориально, неважно, где живет человек, долгожители встречаются в различных территориях? Абсолютно. И в горной местности, и на севере, и в городах? Абсолютно. Вот, например, в Санкт-Петербурге, нужно что? Северный город с плохим климатом. У нас проживает на сегодняшний день более 300 человек старше 100 лет. Ну, конечно, вот, например, если взять Грузию, ну, там, Абхазию и прочее, прочее, там, где сумма факторов – чистый воздух, хорошая вода, физический труд, хорошее питание, безусловно. Это все вместе и дает повышение вероятности дожития до верхнего видового предела. Ну, старше 100 лет, скажем так, да? Все-таки старение – это процесс старения сосудов, или же это процесс запуска каких-то генетических механизмов, которые, как бы, убивают, по сути дела, организм? Безусловно, это, по сути дела, состояние генома. Это генетическая программа, которая, опять же, она начинается от клетки и до человека. И что такое жизнь? Это рождение, развитие, старение и смерть. И все живое проходит этот цикл, неизбежный. Другое дело, что есть возможность увеличения этого цикла. Смерть неизбежна, но, например, вот у человека, для человека, старение существует физиологическое и преждевременное. Так вот, старение физиологическое – это примерно 85-90-95 лет. Вот старение физиологическое. Ну, вот яркий пример, например, наш великий актер Зельдин. Куда это вы так спешите, а? К поросятам! В это трудно поверить, но красавец Мусаиб из фильма «Свинарка и пастух», вдохновенный Дон Кихот и всесоюзный учитель танцев отпраздновал вековой юбилей. Зал встретил своего кумира бурной овацией. Я не тратил доброй веры и вспомнил, прошлое, а я, твое любимое валерно, могу как прежде танцевать, но не буду рисковать. И все же к восторгу публики он рискнет и танцевать, и будет декламировать стихи и петь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сколько в этом человеке еще неуемных сил, сколько в нем какого-то внутреннего богатства, сколько в нем жажды познания и жизни. Удивительно. За плечами знаменитого артиста более ста ролей с успехом сыгранных в спектаклях и фильмах. Только в «Учителе танцев», который шел в театре «Армии 40 с лишним лет, Владимир Зельдин выходил на сцену более тысячи раз. ПЕСНЯ Просто даже его увидеть на сцене – это уже счастье. Поэтому дай бог ему еще сто лет жизни, как говорится. В свои сто лет Владимир Зельдин продолжает играть на сцене театра российской армии «Занят в антрепризе». Его успех – результат не только яркого артистического таланта, но и огромного трудолюбия. Профессии отдает все, и все отдал. Для него она всегда была самым важным в его жизни. Несмотря на то, что ничего человеческое ему абсолютно не чуждо. Ему, наверное, были и знакомы, и увлечения, и любовь, и разочарование. Нет, все то, что составляет, так сказать, человеческую личную жизнь. Наверняка. Но вот если говорить о том, кто служит профессии, это Владимир Михайлович Зельдин. Неский поклон. А вот рецепт долголетия от Владимира Зельдина словами его любимого персонажа Дон Кихота. Мечтать. Пусть обманет мечта. Бороться, когда побежден. Искать нефосильные задачи, не жить до скончания времен. Вот это человек, который с физиологическим старением. Все мы, к сожалению, у нас у всех преждевременное старение. А вот здоровье – это что, природное здоровье? Природный человек не стареет? Безусловно. Роль генетики является ведущей. То есть наши гены, так называемые гены предрасположенности. Вот, например, сейчас делают в некоторых хороших учреждениях, делают так называемый генетический паспорт. Запределение генов предрасположенности к инсульту, к инфарту, диабету, альцгеймеру. То есть, в принципе, все мы имеем некие проблемы, связанные с этим. Наследственные болезни, так скажем, или предрасположенность. Предрасположенность. В роду есть диабетики. Конечно. Как правило, это передается. Но не всегда. Да, это безусловно. Это может передаваться. Но сейчас есть такое понятие, вот есть генетика, а есть эпигенетика. То есть это те факторы, которые влияют на наш геном. Или геническая программа, как угодно назвать можно. Геном. Поэтому так для простоты говорят. И поэтому, в общем-то, геном является сутью нашей жизни. Ну, например, вот ген предрасположенности к раку молочной железы. Вот есть женщины, которые имеют вот этот ген. Понимаете, примерно 3-5% женщин имеет этот ген. Но это не приговор. Дело в том, что если вот все остальные факторы будут вредными, ну, например, там, частые аборты, применение различных препаратов гормональных, ну, и так далее, психотравмы, вот все в сумме, если человек имеет этот ген, он может реализоваться. Но если этот ген есть, но ты не усугубляешь, не добавляешь другие факторы, то ген не заработает. И ты можешь дожить там до 100 лет без всякого рака. Поэтому эпигенетике сейчас придается огромное значение. Но эпигенетика – это наша жизнь. Прежде всего, это питание, вода, физкультура, различные вредные факторы, депрессия и так далее. Вот это все вместе, оно и влияет на реализацию тех или иных генов. И вот это и есть суть нашей жизни. Активность гена, потому что ген регулирует синтез белка. Вот каждый белок, а что такое белок? Белок – это жизнь. И вот, по сути дела, старение – это снижение синтеза белков. Но у всех людей по-разному. Сейчас все в мире, вот я являюсь президентом Европейской ассоциации геронтологии, вот в Европе сейчас главная задача – это увеличение трудоспособного периода граждан. Понимаете? То есть, чтобы люди могли дольше быть активными. Не до пенсии, там, 50, 60, 70 лет, а чтобы они могли жить до 80, 90 лет и могли себя обслуживать. И даже работать. И мы это видим сплошь и рядом. Вот, к примеру, 85 лет Нобелевскому лариату Жорисовичу Алферову, академику, вице-президенту Академии наук. Блестящая работа. И это может быть в среднем для всех. Это и есть мощь государства – сохранение ему трудоспособного населения. Когда подсчет отжиманий перешагивает цифру 30, начинаешь реально сомневаться, что Виктору Титовичу, жителю Пензы, далеко за 70. Спорт в его жизни был всегда. Он родился на Черном море, так что плавал с раннего детства, очень любил нырять и вообще был рисковым мальчишкой. Я в восьмом классе прыгал с 7-метровой высоты в речку глубиной. Вот такая глубина была. Мне, пацану. Но вода быстрая была. Конвертом. Раз! Профессиональным спортсменом Виктор Титович не стал. Нашел себя в искусстве. Рисовал с первого класса. После службы в армии учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухины. И всегда писал необычные картины. Наши технологии излюбленные. Наклеенные опилочки. И потом цветные опилки уже. И потом чуть-чуть тронутые кистью. Где-то побольше, где-то поменьше. И получается готовый сюжет. В своих работах Виктор Титович старается использовать все знакомые ему техники. Это и декоративная роспись, деревянная стружка и опилки, керамика и малые скульптурные формы. К сожалению, продать работу удается нечасто. Но не хлебом единым жив пензенский художник Виктор Москалец. С некоторых пор он передает свои знания ученикам, которым, как и ему, далеко за 70. Это участники социального проекта «Дети войны». И несмотря на возраст, они готовы часами творить и познавать новое. А это так классно. Облегательно. Очень. В то же время просто доступно для нас, для детей войны. Ну, спасибо Виктору Титовичу. Это очень увлекательно. Очень возможно это сделать. И поэтому мы прям увлеклись. Нас не оторвешь. Лучше, чем на лавочке у подъезда. Не то слово. Не то слово. В своей работе Татьяна Владимировна старается перенести сюжет фотографии на Холск. На старом фото ее родители за три дня до начала Великой Отечественной войны. Все эти картины будут представлены на одной из выставок, посвященной 70-летию Победы. Мастерская пензенского художника Виктора Москальца всегда открыта для посетителей, для учеников и друзей. Здесь яркими красками насыщен, кажется, даже воздух. Может быть, поэтому у ее хозяина всегда хорошее настроение и отменное здоровье. Зачастую человек стареет сначала не физически даже, а морально. Вот в вашем понятии, с чем это связано? Ну, поясню, да? То есть бывают люди, которые, в принципе-то, еще не очень старые, да? А себя оценивают уже как стариками. Ну, вот простой пример. Просто вот, допустим, вот женщина 65 лет. Некоторые себя считают еще вполне бодрыми молодыми, причем независимо от их физического состояния, да? А другие уже морально себя считают старушками, бабушками. Вот с чем это связано? Вы знаете, во-первых, мы все очень разные с точки зрения вот именно генома, понимаете? И вот ускоренное старение или сейчас грамотно называется выгорание. Вот здесь такой же термин выгорания, специалиста. И вот это заметили даже диссертации, сейчас очень много защищается на эту тему. То есть как бы, ну, человек выдыхается, что ли, понимаете, выгорает. Поэтому для того, чтобы в него вдохнуть жизнь, нельзя заниматься все время одинаковой работой. Такой монотонной, однотонной, вот она приводит к депрессии. Смена специальностей, смена каких-то занятий. Вот это является важным таким, я бы сказал, ну, что ли, лечебным даже воздействием. И совершенно верно, именно дух, дух, к сожалению... Человек не уставал от жизни, да? Совершенно верно. Весельчаки или пессимисты, кто дольше живет? Весельчаки, да. Я даже вам скажу такую пословицу. В Древнем Риме, ну, это еще было, когда эти войны велись, так говорили, что раны у победителей сживают быстрее, чем у победенных. Понимаете? Вот, пожалуйста. Поэтому вот радость, и вот все долгожители, вот мы с ними общаемся, с людьми, ну, которым за 90 лет, там, как правило, вот те, кто оптимисты, и которые, ну, себе не ищут уныния и депрессию. Дополнительного нет механизма саморазрушения, да? Совершенно верно. То есть это гораздо важнее. Поэтому внимание в обществе, в социуме, если мы видим с экрана телевизионного, льется все время, видим депрессивные моменты, вот меня поражают, знаете, сейчас идут надписи, в фильме используются там сигареты, как это вредно для людей. А то, что там убили 10 человек, об этом молчат. Меня все это поражает. Поэтому, безусловно, роль даже телевидения и вообще кинофильмов, передач различных, если мы видим оптимистические вещи, то это очень хорошо. Встречаются в нашей жизни такие люди. К ним, как стрелки компаса к магниту, начинают тянуться все, от мала до велика. Для тех, кто занимается у Анны Джалаловны, в секции женской гимнастики «Дружная семейка», занятия стали уже гораздо большим, чем просто полезное для здоровья увлечение. Четыре года тому назад, случайно, вот здесь мы гуляли с моей подругой Галиной, зашли сюда, поинтересовались, оказывается, такая секция есть. Мы все любим, потому что мы занимаемся этот час с удовольствием. С удовольствием. Большое спасибо Анне Джалаловне. Мы на ее уменьшем не были. Звоните мне, девочки, звоните. Для Анны Джалаловны они все девочки. Ведь оставаться молодой можно бесконечно долго. Это должно быть в характере. А для хорошей физической формы как раз и существует гимнастика. Самый, наверное, гармоничный вид спорта. А здесь и осанка, и растяжка, и гибкость. И вместе с тем память у них лучше становится. До 28 лет Анна Джалаловна занималась художественной гимнастикой профессионально. Потом работала хореографом в школе спортивной гимнастики. Потом решила выйти замуж и уже не заниматься. Муж очень хотел перейти на сцену. И мы перешли на сцену. Я была клоунессой. Анна Дибирова была рыжим клоуном Шуриком. В освоении клоунской профессии тоже пригодились спортивные навыки. Маленький рыжий Шурик был шустрым, озорным и все время хулиганил. Я никогда, никогда не пользовалась гримом. А у меня была маска на носу и на щеках. Вот когда одеваешь маску, то ты другой человек. Ты уже мальчик. И мне, например, прислали открытки к 8 марта. Шурик, если ты женщина, то мы тебя поздравляем. Анна Джалаловна отдала 17 лет сцене. А потом умер муж, а в стране начались 90-е. Кем я только не работала. Я работала и уборщицей, и готовила к людям. Сколько у меня приятельниц. Всем говорю, не бросайте. Нет твоей работы. Значит, ну я не знаю. Найди что. Может быть, секрет молодости этой обаятельной женщины. Именно в этом. Она всю жизнь работает и не представляет себя дома, закутавшейся в плед, мирно смотрящий телевизор. Анна Джалаловна разрешила нам сказать, сколько ей лет. 81. И по-прежнему, как и в молодости, ее день расписан по часам. Стареть просто некогда. Живу. Люблю жизнь. Люблю людей. Не делаю никому плохо. Вот и все. Какие существуют препараты, я не знаю, методики по продлению жизни? Что я хочу вам сказать, что прежде всего это важна их достоверность. В прошлом году проходил в Корее, в Сеуле, мировой конгресс по геронтологии гериатрии. И вот там в конце этого конгресса были вынесены вот те пункты, которым можно доверять. Что на сегодняшний день достоверно признано и изучено? Первое место занимает ограничение калорийности питания. То есть уменьшение калорийности питания за счет жиров и углеводов примерно на 20-30% увеличивает среднюю длительность жизни на 15-20%. Это железно. То есть поэтому питание, вот все долгожители, там нет полных. Поэтому питание является важнейшим фактором нашей жизни. Это первое. Ну, конечно, вода. Дальше физкультура. Вот даже раньше было такое понимание, что сколько раз ты поел, столько раз ты должен подзаниматься физкультурой. Вот, потому что если в клетку что-то вошло, оно должно из нее выйти. Поэтому физкультура, активность является крайне важным. Я имею в виду не спорт, а физкультура. Ну, понятно. В пожилом возрасте, наверное, спорт тяжеловато. Абсолютно верно. Более того, я даже говорю, что вот горные лыжи, теннис, там, самбо, ну, это не для людей старше 60 лет, понимаете, да? То есть ходьба, велосипед, плавание. Вот эти вещи, они являются полезными и необходимыми. Кстати, что интересно, недавно проходило исследование, вот здесь такое заболевание остеопороз. Это когда ломкость костей и прочее, прочее. Так вот, те женщины, которые ходили три раза в неделю, по полтора часа гуляли с палочками, называется скандинавская ходьба, то у них через полтора года проявления остеопороза были в два раза меньше, чем те, кто сидели перед телевизором и ничего не делали. Ну, даже нагрузка все время. Нагрузка, нагрузка, понимаете. Любимые песни, чаепития, конкурсы, вальсы и танго, подарки, а в финале настоящая дискотека. Так проходил традиционный вечер встречи для подопечных благотворительного фонда «Связь поколений». В зале полный аншлаг. Объединяет всех этих людей стремление быть максимально востребованными в этой жизни. В нашем обществе пока, надеюсь, принято, что выход на пенсию – это конец всему. Мы стараемся, чтобы это было совсем не так. Благотворительный фонд «Связь поколений» для людей серебряного возраста создал объединение единомышленников, клуб досуга и путешествий. Здесь можно найти для себя самые разные занятия. Это рукоделие, танцы, скандинавская ходьба, цигун и йога и даже курсы английского языка. Многие мои подопечные студенты объясняют, что приходится помогать внукам делать домашнюю работу, школьные упражнения. И, естественно, бабушка всегда на подхвате, бабушка тоже должна ориентироваться в этом. Уже не говоря о тех, кто ездит за границу, там язык просто крайне необходим. Одно из любимейших направлений клуба – путешествия. А в прошлом году во Вьетнаме со второй палубы яхты он нырял. Так что вот такие вот мы бодрые бабушки. Движение – наша жизнь. Чем человек больше двигается, тем он больше живет. Понимаете, это я веду очень активную жизнь. Вот на день рождения, как раз у меня сейчас камера, деда поставила на ролики, мы съездили, показали все это. И теперь все говорят, слушай, 80 лет на ролике, мы такого не верили и не знали. Розалия Громашова занималась сначала танцами, потом добавились путешествия, потом рукоделие. А теперь Розалия сама стала руководителем танцевальной группы, преподает исторические бальные танцы. Мои любимые танцы, наверное, из серии вальсов. Большой фигурный вальс, ритмический вальс, вальс-мазурка. Вот такие. На неделе, три раза в неделю я посещаю наш клуб. Самое главное – вот эти дружелюбные отношения к нам. Нам всегда рады. По крайней мере, я такое ощущаю. В клубе сегодня уже более пяти тысяч человек. Они ходят на выставки и на концерты. Сами выступают, учат языки, владеют компьютерами. У них даже есть свои социальные сети для общения. Но никакая сеть не заменит дружеских встреч, тёплого разговора и внимания, которое всегда можно найти в клубе, организованном фондом «Связь поколений». В СССР, военно-медицинской академии, где я работал, была специальная лаборатория по поиску препаратов, повышающих ресурс жизнедеятельности военнослужащих. Это подводники, космонавты. Тогда был ещё Чернобыль, Афганистан. Вот эти проблемы все. И мы делали препараты. Мы выделили из телят, из иммунной системы, из мозга, из сосудов, вещества, вот эти пептиды, которые при введении животным увеличили длительность жизни среднюю на 30-40%. Более того, в Киеве, в Минституте геронтологии Академии медицинок Украины, это был советский институт первый, ему более 60 лет, он на сегодняшний день является очень профессиональным, мы провели исследование на людях. Исследование шло 15 лет. Клиническое исследование, контрольная группа, и группа получала препараты иммунной системы, эндокринной системы. Два раза в год они получали. И какое было удивление, через 15 лет, это очень дорогой эксперимент был, мы получили снижение смертности в группе людей, которые получали препараты, вот эти биорегуляторы. А сколько им лет было? Мы начинали 65 лет. У этих людей было 65, ну до 70, где-то вот так. Вторая половина жизни уже, да. И мы получили снижение смертности на 45% по сравнению с контролем. За счет чего? За счет восстановления уровня мелатонина, иммунной системы, эндокринной системы, функции мозга и так далее. И вот эти возможности на сегодняшний день, они доступны в России, по крайней мере. Здорово. Спасибо большое, Владимир Хаскельевич, что нашли время прийти к нам. И я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Владимир Хаскельевич Хевинсон, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, член-корреспондент Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184 Москва, улица Большая, Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8495-656-05-91. Электронный адрес фактор жизни собачка яндекс.ру. Архив программы на нашем сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Редактор субтитров А.Семкин